К другим темам. Учиться никогда не поздно. Руководствуясь этим принципом, новарингойские педагоги сели за парты. В школе «Земля родная» состоялся семинар-практику. Учителя-предметники обсудили условия и перспективы развития физико-математического образования, а также посетили мастер-классы и открытые уроки. Средняя школа номер два выбрана не случайно. В учебном заведении накоплен колоссальный опыт. Реализуются три уровня образовательных стандартов. Чтобы попасть в физико-математический класс, необходимо пройти отбор. С теми, кто растет в будущих Циолковских, пообщалась моя коллега Наталья Худяева. Вовремя понять, что будет востребовано через несколько лет, это тоже своего рода наука. Ей сегодня и делятся преподаватели школы «Земля родная» с коллегами по цеху. В далеком 2007-м они решились и сделали ставку на инженерные кадры. И не прогадали. Эксперимент стал полноценным проектом. Сегодня в физико-математические классы выстраивается очередь готовить будущих физиков-ядерщиков. Здесь начинают с самых ранних лет. У нас проходит этот отбор. В апреле месяце мы ведем подготовительную работу. Или в конце апреля или начале мая. У нас ежегодно мы приглашаем учеников четвертых классов из города. Они пишут олимпиаду по математике. Как правило, участвует до 70 человек. То есть конкурс получается три практически человека на место. «Земля родная» реализует три уровня образовательных стандартов. Каждый выверен до мелочей. Профильное обучение служит гарантом качества полученных знаний. Подтверждением этому «Газпром-классы» благодаря комплексному подходу в образовании и узкой направленности выпускники набирают высокие баллы по профильным предметам математики, физики, химии. Становятся победителями олимпиад и без проблем поступают в высшие учебные заведения. Самый последний яркий такой, можно сказать, пример – это наш ученик Виктор Хиневич, который занимался по физико-математическому направлению очень великолепно, я даже сказала, прекрасно. У него 100 баллов на экзамене по математике, 98 баллов по химии, 92 балла по физике. В результате он писал исследовательские работы. Кроме этого, стал призером Всероссийской предметной олимпиады по химии. И на базе всех вот этих достижений он без всякого конкурса был зачислен МГУ. И таких примеров много. От слов и сухой теории преподавателям предлагают прийти к практике. Внеурочные занятия у четвероклассников проходят раз в неделю. Сегодня оно посвящено экологии. Дети разбирают маршрутные листы и отправляются в познавательное путешествие. Попутно решая задачи, головоломки и кроссворды. Больше всего я люблю решать ревуса. Я с детства, как бы, с садика пробовала решать. Но хоть у меня и не получалось, но я все равно в школе на занятии умники и умницы. Я пыталась решать, у меня не получалось очень много. Но все-таки я набрала опыт и начала нормально решать. Они мобильные, они активные, они знают, они умеют. Мы умеем спорить, мы умеем доказывать. Мы говорим такие фразы, как «ты не прав» или «я считаю», «я умею». То есть дети высказывают свое мнение. Понятно, что игровая форма, что для того, чтобы заинтересовать. И на уроке было много экологических знаний для дополнительного развития ребенка. Посмотрели, оценили, сделали выводы, что-то взяли на карандаш. В целом остались довольны. Материал подается легко и непринужденно. Дети знают, о чем говорят и что делают. У них это заложено. И они выполняют это все быстро, качественно. Знают, что нужно делать. Знают, как отвечать. Некоторые мальчишки вообще были... Даже я еще не успела дочитать. А ребенок уже тянет руку, что он готов уже ответить учителю. Преподаватели не стоят на месте. Они в постоянном поиске новых форм и подходов к работе. Не так давно руководству учебного заведения поступило предложение от федеральной торговой площадки создать на базе земли родной Всероссийский школьный наукоград. Наталья Худяева, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс». Прежде чем...